Вестник Северодвинска Сожжение двух чучел, самый большой хоровод и море блинов. В городе готовится отметить Масленицу. Согласно одной легенде, праздник зародился на далеком севере. И чем веселее проведешь неделю перед Масленицей, тем благополучнее будет год. В городском музее рассказали о программе весеннего гуляния. В парке полным ходом подготовка к Масленице. 13 марта здесь заработает несколько площадок. Проголодавшиеся отведают вкусных блинов. Можно блеснуть и в конкурсе частушек. Катание с горки, танцевальный батл. А после штурма крепости сжигание чучела Масленицы около 16.00. Еще летом организаторы заготовили солому, сейчас продумывают элементы костюма. Мужчины, а возможно и женщины, покажут свою силу и ловкость перетягивания каната и в тяге гири. Уже установлен 11-метровый столб. В этом году он выше на 5 метров. В прошлом году доставали призы с верхушки очень быстро. В этом задачу усложнили. Поэтому просим наших мужчин подготовиться к этим соревнованиям, потому что женщины с восхищением всегда смотрят на них, как они преодолевают трудные препятствия. Потому что подняться это еще, а спуститься это еще тоже другая задача. Потому что все у нас мужчины фактически оголяются, оголяют торсы, зреющие, незабываемые в зимний период времени. Говорят, чем веселее проведешь Масленицу, тем благополучнее будет год. 13 марта 5 открытых площадок. В Приморском парке учащиеся 22-го училища угостят блинами. В 14.30 у ЦУМа зажгут чучело Масленицы. Развлекут горожан на площади Просянкина и на площади Победы. Здесь горожане поиграют в хоккей с мячом. От центральной площади северодвинцы пройдут в масленичном поезде до парка культуры. Приветствуется дресс-код, народные костюмы. Будут приглашенные звезды для того, чтобы наше мероприятие было наиболее ярким и красочным. Мы пригласили наших друзей из города Архангельска. Это образцовый цирк Виссар. И самое главное, мы будем водить самые большие в северодвинские хороводы. Площадь позволяет это делать. Поэтому в этом году на Масленицу приходите нарядные, приходите в хорошем настроении. Для северодвинцев объявлено три конкурса. Лучшая кукла-масленица, лучший народный костюм, лучшая снежная крепость или фигура из снега. Организаторы просят бережно относиться к снежным фигурам, не залезать и не ломать труд людей. Награждение победителей состоится в блинный праздник. Надо обязательно печь круглые и румяные, как солнышко, блинчики. Последние недели перед Великим постом. Только в это время можно есть масляные блины, жирно поливая их сметаной. Вот, наверное, потому и надо нам всем стараться, чтобы накопить силы перед долгим семинедельным Великим постом. В ЦКИОМ, библиотеках, школах дополнительного образования и в молодежном центре пройдут мастер-классы и занятия на тему масленица. С историей познакомят и в городском краеведческом музее. Здесь ждут на выставку «Кукольная вечерка». Подробнее ознакомиться с условиями конкурсов и программой праздника можно на сайте городской администрации. Евгения Карельна, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. Евгения Карельна, Наталья Габдрахманова, Вестник Северодвинска. Пунктом, который посетят члены «Союз Чернобыль», станет Архангельск. Мы планируем ехать на двух машинах, четыре человека. Стартуем 20 марта с Ягровского мемориала от памятного знака ликвидатором Черезборской аварии. Заезжаем в Архангельск, там тоже. Встречаемся с коллегами. Дальше машины поедут в сторону Котласа. Во время автопробега члены общественной организации надеются пополнить свои ряды. Сейчас их 88 человек. Но на поездку нужны средства – около 100 тысяч рублей. По времени у нас. У нас где-то неделю с лишним. Это где-то надо ночевать, к примеру, даже тоже. Потом не за один же день не проехать все эти города. У нас область-то большая. В области открыто три отделения Союза Чернобыля. Всем, кто хочет помочь, могут обращаться по номеру 8-911-552-3028. История собаки, которая потрясла несколько сотен северодвинцев. В 2010 году двухдневного щенка выбросили в мусоропровод. Его спасла от смерти неравнодушная семья. Накануне этого же пса чуть не съели на ужин пьяные живодеры. О дальнейшей судьбе животного Ксения Кабанова. Это похоже на фильм ужасов. Крывавые следы в квартире на профсоюзной 15 остались повсюду после вечернего ужина. Компания из четырех мужчин и одной женщины решили перекусить после совместного распития спиртного. Голод не заставил ждать. Гости решили съесть собаку, которую привели с собой. Несколько ударов ножом, удары руками и ногами. Когда пес стал сопротивляться, его решили выбросить из окна четвертого этажа. На помощь бедному животному пришли соседи. Визги слышал весь подъезд. Хозяин квартиры о попытке убийства даже не вспомнил. Я не помню, ничего не помню. А вообще сами животных-то любите? Конечно, я кинолог сам. Кинолог? Да. Офигеть. Я служил собаками, работал в армии. А как так? Вот чуть не позволили убить собаку. Буя бог его знает, что они тут делали. Посмотрите, у вас рука в крови. А это он меня кусал. Когда приехала полиция, вытаскивали вот этих гостей. Они как раз и сказали, что мы просто кушать хотели. Ножевое ранение в грудь. Алексей сказал, что легкие не задеты, очень много потеряно крови. Естественно, все вот эти разрывы, вены. Собака выбежала на улицу и забилась под машину. Она потеряла много крови. Для того, чтобы отвезти в больницу, потребовалась помощь кинолога. Через социальные сети неравнодушные северодвинцы всю ночь собирали деньги на операцию и дальнейшее лечение пса. К утру сумму набрали – 16 тысяч рублей. Нашлась и хозяйка пса. За ним временно присматривал бывший муж. Но от него пес убежал за тем самым живодером. Любимца она готова забрать незамедлительно. Стрясло уже все. Долго не могла успокоиться. Как вы считаете, какого наказания заслуживают такие люди? У нас, по-моему, ничего не наказывают. Но наказание должно быть, я считаю, что если они смогли с собакой такое сделать, то они в пьяном угаре запросто могут человека также убить. На следующий день собаку должны были привезти на перевязку. Собрались волонтеры и хозяйка. Женщина даже привезла вид паспорт. Псу 6 лет. Зовут Рэм. Порода – метис тигровый. Но кинолог с собакой не пришел. Только к вечеру, когда отчаявшаяся женщина публиковала несколько постов в соцсетях, ей позвонили и отдали любимца. Деньги, потраченные на лечение, женщина возместила. Остальные собранные средства переведут в приют для животных. Сейчас Рэм идет на поправку. Но раны предстоит зализывать еще долго. К счастью, дома. В Уголовном кодексе статья «Жестокое обращение с животными» предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Привлечь живодеров помогут заявления и подписи неравнодушных. Ксения Кабынова, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. Команда «Тайбл» вернулась из Норвегии. Организаторы известного в Архангельской области фестиваля стали настоящим открытием на шоу «Баренспектакль-2016». Он проходил в городе Киркенес с 10 по 14 февраля. Барабаны из Мурманской – гигантские олени из Северодвинска. В этот огненный спектакль вступает хор из Киркенеса. Через время присоединяются ходулисты из Голландии. Такой международный микс длился всего 20 минут, а готовили его три недели. Это метафора. Олени олицетворяли старый традиционный мир, то есть различные кочевые народы с севера, природу и так далее. А в первом сценарии, который не утвердили, эти олени должен был закрыть огромный танкер, как символ нового мира, технократический, нефтяной и так далее. В прошлом году северодвинские арт-художники посетили международный норвежский фестиваль «Баренспектакль» в качестве волонтеров. Теперь организаторы пригласили их сотрудничать за гонорар. Предоставили все материалы и технику. У нас был огромный парк кранов, тракторов, электрических лебедок и в общем все, что было там, здесь в принципе стоит, ну я не знаю, гигантских денег. То есть появилось возможность делать что-то масштабное. Деревянные фигуры впечатлили участников фестиваля и туристов, а наши художники получили предложение о новом сотрудничестве. Скоро они займутся благоустройством местности на очередном поморском форуме в Норвегии, но уже в городе Вардео. Там же воплотят в жизнь новые арт-объекты. Валентина Приходьевская, Наталья Габдрахманова, Вестник, Северодвинска. Почему жилищники не справляются с наледью во дворах? Ответ искал мэр Михаил Гмэрин во время рабочей поездки по объектам городского хозяйства. Глава города посетил управляющую компанию СМУМ ЖКХ. Директор предприятия Леонид Поляков доложил о планах, в частности о приобретении новых коммунальных машин. С техникой не хватает тракторов. Вы в аренду берете, да? Сейчас вот у меня четыре трактора приходится заказать. Вчера заказали, что четыре дополнительных своих шестерей не заработало, и четыре дополнительных. Сейчас перед жилищно-коммунальной сферой стоит цель – проанализировать результаты, которые показали управляющие компании за прошлый год, выявить проблемы и продумать пути их решения. По словам руководства управляющей компании, сейчас крайне трудно бороться с наледью, которая образовалась во время декабрьских ледяных дождей и февральских температурных перепадов. Тем не менее, территорию интенсивно обрабатывают песком и солью. Цель интересовала главу города и кадровый вопрос. В штате СМОБ ЖКХ более 600 работников. Не хватает уборщиков, дворников, электриков. Также требуются плотники для уборки снега и сосулек с кровель домов. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Три портер». Напоминаем, ваши фото и видео ждем на электронный адрес, который указан на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. Уменьшенную копию пожарного автомобиля АЦ-40 пожарной части номер 7 Северодвинска выпустил российский производитель масштабных моделей из Санкт-Петербурга. Ограниченная тиражом модель скоро появится в интернет-магазинах. Теперь о погоде на завтра слово и ради. В западной части России зима завершается летней жарой. А в Северодвинске новыми слоями снега. Здравствуйте. О прогнозах на завтра смотрите в небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. Шагать строем, петь синхронно. В кадетской школе прошел конкурс строевой песни. Горят дорогие машины. В Архангельске продолжается серия поджогов. День рождения и исполнение вживую. Московские рокеры «Луна» посетили Архангельск. О медиа и астропрогнозах вам расскажет небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – торговый дом «Калаш». Почувствовать дыхание весны с торговым домом «Калаш». Модные ткани, сочные цвета, современная фурнитура. Стильные дамы одеваются здесь. Торговый дом «Калаш» и на Ленина 4. В субботу 27 февраля по данным гидромедцентра в Северодвинске днем ожидается до минус 1 градуса. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 5, облачно и небольшой снег. Ветер южный и слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет медленно падать и к вечеру составить 751 миллиметр ртутного столба. Завтра гороскоп предполагает повышенную душевную ранимость. Поэтому может возникнуть желание отгородиться от мира. В меру это даже полезно. Однако астрологи советуют не перегибать палку, иначе есть шанс почувствовать себя еще и одиноким. Боритесь с апатией всеми силами, так как завтра она грозит привести к ослаблению иммунитета и сделать ваш организм уязвимым для вирусов. День не подходит для выяснения отношений. Удачен день для кропотливых занятий всей семьей и для визита к нашему спонсору. Торговый дом «Калаш» подготовил вам приятный сюрприз. Остались считанные дни до открытия нового магазина на проспекте Ленина 4. А я с вами прощаюсь, желаю приятного отдыха. До свидания. Купи квартиру в жилом комплексе холдинга «Аквилон Инвест» и выбери подарок. Чистовая отделка или скидка на квартиру. Звони 52400. Приходи в офис М-15, проспект Морской, 15, 3-й этаж. Аэропорт. Взорвать его хотят. Товарищ генерал, у нас ситуация 1-1. Угроза террористического. Приступить к захвату. Среди пассажиров террористка со взрывным устройством. Времени нет, докладываю напрямую. Думаю, я ее вычислил. Буду действовать по ситуации. Никаку не двигаться! Нам не взрывное устройство! Не подходи! У меня бомба! Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Шагать строем и дружно петь. Конкурс строевой песни прошел сегодня в Северодвинской кадетской школе. К нему участники готовились в течение года. Некоторые из кадетов даже жертвовали занятиями в кружках. Подробнее Елена Стеканова. Шагать строем эти ребята учатся постоянно. Но сегодня нужно стараться особенно. В кадетской школе прошел первый этап смотра конкурса строевой песни. В двух номинациях участие приняли 7-8, 9-е и 10-е классы. Строгая жюри оценивала строевые элементы. Особо ценным считается синхронность действий. Самое важное, чтобы взвод был, во-первых, в полном составе. Во-вторых, должна быть единообразная форма одежды. В-третьих, должна быть слаженность действий коллективом взвода. Это выполнение поворотов, это прохождение торжественным маршем, сравнением направо. Семиклассница Ольга Федоренко на посту старшины уже два года. Ее избрали одноклассники. Девушка говорит, управлять одноклассниками дело непростое. Больше всех волнуется за новичков. Бывает страшно, когда тебя никто не слушает, приходится кричать на них, потому что по-другому не понимают. А так, вроде слушаются, ну, это очень сложно, конечно. Четкость должна быть. Ну, я, да, я только в этом году в эту школу пришла. Самое сложное было песня, потому что у нас не в голос поют ребята. Действия старшин на конкурсе жюри оценит отдельно и поощрит победителей. Ведь от действий руководящего зависит выступление целого взвода. Командир должен чувствовать строй, чувствовать свой взвод и правильно им управлять. Если он чувствует, что взвод или кто-то из взвода допустил ошибку, он должен это почувствовать и увидеть, и исправить ошибку. В этом и заключается его роль командира. К этому мы приучаем наших старшин-зводов. Во время выступления экспертное жюри отметило несколько ошибок. Впрочем, некоторые участники показали высокий класс выполнения строевых элементов. Этот конкурс является своеобразной репетицией к Параду Победы. Победители озвучат на торжественной линейке 4 марта. Елена Стеканова, Родион Саханьков, Вестник Северодвинска. Убился бутыльника за кражу флешки. В Устьянском районе обнаружили тело 29-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Подозреваемый, знакомый потерпевшего. Вместе они употребляли спиртное. В содеянном обидчик раскаялся. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Наркополицейские задержали очередную преступную группу. Трое 20-летних молодых людей распространяли курительные смеси и соли на территории Северодвинска и Архангельска. Сбывали товар через интернет-магазин. Наркотики прятали в специальной тайнике, откуда их забирали покупатели после внесения денег на киви-кошельки. Причем наркотики сбывались как небольшими рознями, так и крупными оптовыми партиями. На днях наркопреступники запланировали очередной сбок наркотиков, но при закладке партии курительных смесей были задержаны сотрудниками регионального управления. Из тайника изъяли около 400 граммов курительных смесей. А в квартире обнаружили еще полтора килограмма синтетических наркотиков. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Также наркополицейские проверили развлекательные заведения Архангельска. Следов употребления наркотиков обнаружено не было. Такая мадам Плюшкина была замечена в Костроме. Соседи женщину ежедневно ругали и просили прибраться. А в Северодвинске конфликт с нерадивым соседом закончился убийством. В ноябре прошлого года в коммуналке на Мира-6 северодвинец стал скандалить из-за комнаты доверху набитой мусором. Так как мужчина был под градусом, ссора не закончилась словами. Как указывал в своих показаниях под судимой, в определенном моменте чаша терпения была переполнена. В следующем он взял в руки ряд предметов, которые использовал в качестве оружия, а именно деревянный пестик, ножик. И руками, ногами причинил тяжкий вред здоровью, который повлек уже смертник, соответственно потерпевший навести преступление. Сейчас идет судебное заседание. Борцу за чистоту грозит до 15 лет лишения свободы. В Архангельске продолжают поджигать автомобили. Сегодня неизвестные облили капот автомобилей Инфинити. По словам очевидцев, машина вспыхнула в 4 утра. Рядом стоящие Лексус и Тойоту чудом удалось спасти. Пожарные отогнали автомобили на дорогу. Кто поджигает дорогие иномарки, выясняют сотрудники полиции. Бывают в Архангельске два раза в год. Здесь же отмечают и дни рождения. Группа «Луна» дала в столице Поморья сольный концерт. По одному только количеству проданных билетов понятен интерес публики к московским рокерам. Тур по России «Луна» начинает традиционно с концерта в Архангельске. В этот раз целый день с музыкантами провел мой коллега Сергей Курбан. Энергетику команды «Луна» передать сложно даже профессиональной технике. Такое надо видеть вживую. Каждый раз приезд в Архангельск рок-звезд – это праздник не только для поклонников, но и для самих музыкантов. 21 февраля вокалистка группы «Луна» отметила свой день рождения именно в столице Поморья. В Архангельске начался тур группы «По России». Мы встретили ребят в аэропорту. Сюрпризы от организаторов и музыканты отправляются в отель Алу Синэ Геворкян на интервью в студию нашего радио. На север «Луна» привезла свой новый сингл «18+. Архангельские поклонники первыми в стране услышат три новых трека вживую. А эти три песни, они войдут в какой-то дальнейший альбом? Я думаю, да, да, скорее всего. А уже есть какие-то задумки на эту тему? Мы сейчас занимаемся написанием электрического альбома, который у нас выйдет в осенью. Распорядок дня у группы насыщенный. Пока музыканты располагаются в отеле, Лу Синэ вновь отвечает на вопросы, но уже журналистов на пресс-конференции. Единственное, что сегодня для меня тоже будет первый эксперимент исполнения песен вживую, потому что ввиду того, что с ребенком мне было некому помочь в этот месяц толком, на репетиции группы по исполнению уже синглов вживую я не присутствовала. Недавно у группы состоялся концерт с симфоническим оркестром. Многие песни, по словам Лу Синэ, звучали иначе и приобрели краски именно в оркестровой аранжировке. Скоро выйдет и официальный DVD с концертной записью. Кульминация дня – концерт Луны, но сначала настройка звука. Саундчек – святая святых для музыкантов. Сюда редко пускают журналистов, но для нас сделали исключение. Мокалистки Людмиле Геваркян сегодня предстоит исполнить несколько треков, только что вышедшего нового сингла «18 плюс» вживую. На репетиции она этого еще ни разу не делала, поэтому музыканты максимально сконцентрированы. В это время за стенами зала уже ждут сотни поклонников. Каждый раз выступление этих пяти ребят – это квинтэссенция дикой энергетики на сцене и в зале, где нет ни единого свободного места. Луна собрала более тысячи человек – северодвинцы, архангелогородцы и даже гости поморья. В честь дня рождения поклонники подарили Лу Синэ эксклюзивный торт. Был на мосту, другие исполнители, вроде как-то кто-то просто отыгрывает. А у Луны она прям офигенно, все на уровне, карась. Слушай, а чем Луна тебя цепляет? Голосом и харизмой, харизмой больше всего. Да, и текстами. А тексты почему близки? Потому что они со смыслом, главное, что сейчас редко встречаются в песнях. Сейчас Луна продолжает тур по стране. Дальше музыканты всецело займутся написанием песен для нового альбома. Его не было почти три года. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Встречайте весну с торговой сетью «Медведь». Участвуйте в акции «Весна идет», «Весне дорогу». Купи пару обуви и получи в подарок купон на следующую покупку. Торговая сеть «Медведь». Обувь для ваших ног. Мы подберем обувь даже для самых искушенных покупателей. Торговая сеть «Медвежонок». Обувь для любимых детей. Ждем вас. Сум, Гипермаркет Южный, Гранд Левое Крыло и торговый центр «Пять шагов» на острове Ягры. Приглашаем за покупками. Скидки до 50% на весь зимний ассортимент. Дубленки, пуховики и пихоры. Рассрочка платежа. Кредит в отделе. Магазин «Евгений Ломоносова-88». Весник Северодвинска о спорте. Театральное озеро вновь стало гоночной трассой. На втором этапе зимнего спринта 2016 всем гонщикам пришлось серьезно побороться со своими автомобилями. Покрытие ледяного кольца не позволяло расслабиться ни на секунду. Второй этап лично командных автомобильных гонок «Зимний спринт-2016» подкинул всем участникам непростой сюрприз в виде ледяной трассы. Не всем гонщикам удалось совладать со своими машинами на скользких поворотах. По сравнению с первым этапом время абсолютно лучшего круга ухудшилось на 8 секунд. В этот раз его показал победитель в классе полного привода Виктор Зиновьев на «Митсубиши Лансер Волюшн». Трасса сильно отличается по сравнению с первым этапом? Трасса очень сильно отличается. Она оттаяла. Во-первых, сейчас плашной лед. В первом этапе был снег. В принципе, было легче ездить. Сейчас время хуже стало. Второе и третье место в полном приводе заняли Сергей Сынков и Александр Сухих. Андрей Добрынин на BMW и Константин Борщев на Mazda RX-8 в очередной раз остались позади Александра Антуфьева на отечественных «Жигулях» третьей модели. После двух этапов Александр показывает стопроцентный результат в классе заднеприводных авто. Победителю первого этапа Сергею Каленову еще только предстояло выехать на трассу. Что, у вас до старта буквально пару минут. Испытываете ли какое-то волнение, либо уже участвовали на опыте? Ну, я участвую далеко не первый год, поэтому волнение минимум. Настрой боевой. Машина готова. Я вроде тоже. Хладнокровие, опыт и автомобиль Ford Focus опять помогли Сергею выиграть класс переднего привода. Второй результат покорился Владиславу Токареву и третьим финишировал Роман Тюпин. Последними крошить лед отправились шесть гонщиков на спортивных болидах. Специально тюнингованные автомобили, в которых из штатного остались, пожалуй, только кузова, соревнуются с общего старта. В контактной борьбе самым быстрым пилотом, как и месяц назад, стал Артем Зелянин. Вторым финишировал Михаил Кузнецов и третьим Дмитрий Парамонов. Да, третий этап под вопросом. Если в марте ничего не растает, то, конечно, мы с удовольствием проведем. И я знаю, что участники все ждут, потому что это борьба за очки, за место. В конце сезона мы подводим итоги всего года и, значит, награждаем. Ну, у кого-то просто третий этап будет шанс, последний шанс вырваться на тумбочку. Если капризная погода не растопит лед театрального озера, то в планах организаторов зимнего спринта провести еще несколько интересных соревнований. На стадии подготовки, гонки на мотоциклах, а также на снегоходах. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Наши материалы размещены на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Спонсор прогноза погоды, единая служба доставки еды, еду-еду. Найти рецепт, купить продукты, настроиться, чтобы приготовить идеальный пирог. Для кого-то это просто любимая работа, а для кого-то настоящее испытание. У кого-то и рука уже набита, и форма держится, и начинка такая, как надо. А у кого-то ничего в руках не держится. Современная хозяйка, мудрая хозяйка. Здравствуйте, пирог с творогом, пожалуйста. Единая служба доставки еду-еду. Ароматные пироги по-домашнему, безупречная пицца, свежие роллы и суши. Телефон доставки 55 55 01. В субботу 27 февраля в Северодинске ожидается ветер южный. Слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать, и к вечеру составит 751 миллиметр штутного столба. Облачно небольшой снег. Температура ночью минус 5, минус 4, днем 0 градусов. Спонсор прогноза погоды – единая служба доставки еды, еду-еду. Ароматные пироги по-домашнему, безупречная пицца, свежие роллы и суши. Телефон 55 55 01. Вкусно, быстро, без хлопот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова